Самая вкусная неделя в году закончилась. Во всех поселках округа с большим размахом прошел любимый праздник Масленица. В народных традициях жители провожали зиму. На масленичных гуляниях в Наташинском и Центральном парках работала наша съемочная группа. Человеку хочется тепла. Тепла. Как от солнца, так и от друга друга. Поэтому Масленица это нечто, которое дает где-то тепло, энергию солнца, о чем мы сегодня видим. И тепло наших отношений, взаимоотношений. Праздничные песни, чистушки и традиционные русские хороводы в этот день объединили всех любителей активно проводить время в Наташинском парке. А как по-другому? Ведь блинные недели вкусные и сытные. Ежегодные масленичные гуляния позволили позабавиться не только детям, но и взрослым. Каждый житель на празднике мог найти себе развлечение по вкусу. Программа народных гуляний в Люберцах разнообразна. Это ярмарки, конкурсы, выступления артистов и творческие мастер-классы. Второй мастер-класс у нас солнечная масленица. Главный логотип масленицы – солнце. Мы используем также в основе нашего мастер-класса поталь, золотим наше солнышко и также аппликацию. У нас самый большой поток идет, а у нас где-то 100 детей уже прошло. Вот, ждем еще ребят. Масленичные гуляния с песнями, старинными русскими забавами и, конечно, блинами прошли и в Центральном парке. Праздник проводов зимы и встречи весны объединил все поколения. Дорогие люберчане, поздравляю всех с широкой масленицей. Праздник сегодня такую кульминацию носит, поэтому на территории городского округа в семи местах мы организовали такие праздничные площадки. Масленица – это всегда уже рубеж между зимой и весной. Весна пришла, погода стабильная, теплая, уже начинают бежать ручьи. И желаю всем хорошего настроения с наступившей уже весной, чтобы сбывались все планы, мечты, всегда улыбок на лице. Под звуки народных песен люберчане участвовали в играх и конкурсах, танцевали и, конечно, вводили традиционный масленичный хоровод. Детвору ждали спортивные состязания, прыжки через веревку и лазанье по масленичному столбу. Всех желающих угощали солдатской кашей. Дома это с утра, естественно, блины, икра, как по-другому. На обед решили сюда прийти, в парк, рядышком живем. Ну, сейчас попробуем кашу. На выбор сходили. Гражданский долг исполнился. Празднованием широкой масленицы завершилось в последней неделе перед Великим постом. Он продлится 7 недель. На следующий день после его окончания, 5 мая, наступит главный христианский праздник – Пасха. Семь масленицей!